Друзья, всем привет! У нас на столе сегодня Gravity Master, модель Master of G или Повелитель Гравитации, модель с референсом GWR-B1000. Это один из топовых, жирнейших G-Shock'ов, наряду с тем, что у G-Shock'а есть еще несколько топовых линеек, таких как MTG, MRG и еще один High Level Rangeman есть. Но это именно топовый авиатор. Довольно заметная модель, тут много ноу-хау технологических, которые, во всяком случае, компания Casio впервые реализовала. И забегая наперед, скажу, что с точки зрения функционала, они богаты, да, спору нет, но это не такой уж и широкий. Во всяком случае, есть модели среднего ценового диапазона, которые предлагают больше функционала, чем это. Но именно функционал здесь, как таковой, не являлся акцентом. А вот как эта модель сделана, из чего она сделана, это, пожалуй, основная фишка данного Gravity Master. Ну, начну с того, что, во-первых, Gravity Master, так как это авиатор, и его одна из основных особенностей, это наличие Triple G-Resist. Собственно, это даже не наличие, потому что это не какая-то там физическая штука. Это тройное сопротивление, а конкретно это сопротивление к ударам, сопротивление к вибрации и сопротивление к центробежным силам, что, впрочем, весьма важно, когда речь идет о профессиональных авиаторах. Эта модель полностью аналоговая, соответственно, бегать по функционалу несколько сложнее, чем, например, на электронных часах. Но так как это топовая модель, то именно желание изобразить все это в виде чисто аналоговых стрелок наверняка было решающе. Что касается размеров, это не крупные часы, и это самый легкий авиатор, который вообще, в общем-то, существовал, хотя их и не так уж-то и много. 72 грамм. Конечно же, виной тому это материалы, которые здесь применены, а конкретно это карбон. Карбон это основной, наверное, материал, который сейчас использует компания Casio во всех ценовых диапазонах, но во всех ценовых диапазонах по-разному. И вот так как это high-level часы, то тут полностью все из карбона. Это просто карбоновый монокок. Да, действительно, здесь корпус является собой карбоновый монокок, то есть отсутствует привычная для часов задняя крышка. Здесь просто такая вот ванна, в которую вставлен модуль, и сверху все это покрыто карбоновым безелем. Да, именно карбоновым. Здесь безель уложен из 52 слоев карбона. Здесь есть замечательный рисунок, который мы можем пронаблюдать, чего нет, конечно же, на основном корпусе. По размеру, как я и говорил, это не крупные часы. Из основного это ширина 46,4, что для G-Shock это довольно-таки, ну, немного. Ну, средний, то есть это не маленькие часы, но и не так уж и много для G-Shock. По толщине это 16,9, но тут, надо сказать, да, весьма толстые часы. Циферблат прикрывается сапфировым стеклом, да, это топовый G-Shock, конечно же. Здесь стоит сапфир, сапфир, как видите, выпуклый, сапфир с антибликовым покрытием. Все отлично. По функционалу, друзья, есть кнопка MOD, которая нам позволяет бегать в текущее время. Внизу циферблат с отображением мирового времени. Это секундомер, шаг 1 секунда, то есть это довольно-таки скромный показатель. Это не спортивный показатель, я бы сказал, нижний сброс. Это таймер. Таймер будет отображен, опять же, по времени на аналоговом циферблате. Здесь мы можем с заводной головкой, но это, конечно, не заводная головка, это Smart Access, но, условно говоря, с заводной головкой можем накрутить время. И будильник, он тут один, один, друзья, то есть в Casio за 20 долларов по 5 будильников может стоять, в Casio за over 1000 долларов один будильник. То, о чем я и говорил, функционал здесь не самая сильная сторона. И текущее время. Есть солнечная батарея, как видите, в режиме текущего времени. Малая стрелка на 12 часах указала нам статус зарядки, то есть почти была только что полная зарядка. Индикация даты расположилась в окошке на 3 часа. Довольно минималистичный циферблат. И, казалось бы, да, вроде топовый G-Shock, где тут все там, куча всего. На самом деле, так как это авиатор, а главная особенность авиаторов это быстрое считывание, поэтому, я думаю, и сделает таким довольно-таки аскетичный циферблат. Это два субцифера, широкие стрелки и довольно-таки широкие и заметные метки. Подсветка есть, друзья, это LED-подсветка. Вот так она выглядит в полном мраке. Ну, считать можно. Назвать ее чем-то выдающимся, наверное, нет. Но, опять же, она выполняет свою функцию. Вопросов, как бы, к ней нет. Что касается остальных надписей, кроме G-G Resist, Multiband 6, это радиосинхронизация времени по шести вышкам на планете. Если ловит, у вас всегда суперточное время. По поводу времени. Модель оборудована Bluetooth для сопряжения со смартфоном, где, собственно, достигается несколько более широкий функционал. Поэтому, будучи сопряженными, опять же, у вас всегда суперточное время. Так что, ну, кроме этого, есть еще и Multiband 6. Солнечная батарея, то есть TUF Solar и Carbon Fiber. То есть, это, да, у нас ремешок, который армирован карбоновыми волокнами. Сам ремешок полиуретановый, но еще дополнительно усилили его карбоновыми волокнами, добавив плюс в копилку выносливости данных часов. Rastrosis, то есть, грубо говоря, сопротивление ржавчине. Ну, карбон не ржавеет, само собой. По поводу остальных особенностей конструктивных. Ан, давайте-ка я еще с коробочки покажу вам визуализацию. То есть, вот, собственно, карбоновый монокок, модуль накладывается, карбоновый безель. И смотрим уже по кнопкам. Так вот, кнопки и Smart Access защищены титаном. А титан, как известно, очень хорошо сопротивляется ржавчине. Поэтому модель, кроме всего остального, еще и не боится каких-то относительно агрессивных сред. По застежке. Это стандартная бакля. Бакля японская. Это стальной тренчик. Это тот самый, который не рвется. Все здесь замечательно. В принципе, по функционалу, да, конечно, здесь можно позаморачиваться, что-то поднастраивать. В смартфоне это все выставить я не буду показывать, потому что это, в общем-то, особо не нужно. А если и нужно, то читайте модуль официальный. А так, с моделькой мы познакомились. У нее есть сильнейшие стороны, есть уникальные стороны. Можно сказать, что она в некоторых моментах урезана в плане функционала. Ну, слушайте, хотите 5 будильников, покупайте Casio за 20 долларов. А покупая за 1000, ну уж, простите. Наверное, так. Прикину-ка я на свое запястье, друзья. Гляньте, как он выглядит. Этот сумасшедший G-Shock на руке с охватом в 17 сантиметров. Некрупная у меня рука, друзья, но посадка за счет вот таких вот конструктивных элементов очень четкая. Ну, в принципе, часы тоже не сказать, что самые большие из G-Shock. Поэтому на некрупной руке, ну, вот так вот смотрится, конечно, с ремешком. Надо немножко бы прижать его. Вот так выглядит на моем запястье. Друзья, если есть мнение, я уверен, у многих они одно и есть. Пишите в комментариях, кто не подписан, подписывайтесь. Лайки ваши не забывайте ставить. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok